Практическая психология Вкусная, сложная, интересная и, мне кажется, актуальная Вот, насчёт этого тоже не буду спорить Лично для меня дружба имеет большую ценность Как мы будем рассматривать её? Ведь вы гештальтерапевт, у вас, наверное, есть особый подход Да, у меня подход особый Вообще у гештальтерапевта подход целостный Ко всему, что мы рассматриваем К человеку в целом И к его контакту с окружающей средой И дружба является одним из проявлений этих контактов И причём таких серьёзных, искренних, глубоких контактов Которых, в общем, не так много у человека на самом деле И поэтому, да, она очень интересная Это вообще как феномен Мы его рассмотрим, но прежде я хочу вот что зачитать Интересно, что у взрослого человека нет эволюционной потребности дружить Ну, так считают социологи То есть с точки зрения выживания вида Можно жить и не имея друзей А вот в 13-15 лет всё не так Да, получается, что друг или подруга в эти годы Совершенно необходимы для взросления подростка Которые ищут себя, своё я Им важно делиться тем, что они чувствуют, слышат Видят, разговаривают о том, что впервые переживают, узнают о себе и, в общем-то, об окружающем мире Именно так человек находит себя через дружбу Вот, то есть получается, что когда человек взрослеет Он, в общем-то, может жить без дружеских связей и без дружеских отношений? Он может жить без дружеских связей Но, скорее, мы можем говорить о качестве жизни в этом случае Потому что, да, есть какой-то период у человека, когда у него семейные отношения начинают складываться Дети появляются, подрастают, есть работы, есть ещё какая-то среда, в которой он всё время находится Но наступает ведь такой момент, например, когда дети вырастают Или там заканчивается работа И тогда вот эти дружеские отношения, вообще-то, это вклад в социальный, ну, такой статус Вообще, в качество моей социальной жизни на все оставшиеся годы, на самом деле Потому что, если посмотреть, кто дольше живёт, да, или кто живёт с большим настроением, да Кто вкуснее живёт, да Кто вкуснее живёт, это живут те люди, у которых сохраняются, во-первых, эти связи социальные У кого есть друзья, у кого есть какие-то, ну, такие дружеские, близкие и глубокие отношения сохраняются И это не обязательно, что это прям друзья с самого детства, да, там прям с садика и до 60-70 лет Нет, эти друзья обретаются в процессе жизни, и они скрашивают как-то, да, нашу жизнь Потому что это какие-то совместные интересы, это совместное хобби, в конце концов Это прогулки, поездки, да, это кто-то, с кем мы можем разделить свои переживания, свои какие-то идеи, свои мысли Поэтому, да, возможно жить без друзей, но при этом качество жизни немножко другое, да Хорошо, итак, так что же такое дружба? Вот давай обратимся к психологическому понятию, да, вот прям к словарю, да, как в словаре, да, например, говорится Дружба – это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов, симпатии и так далее Дружбе присущи личностный характер, вот в противоположность деловым отношениям, да, где есть другие какие-то, там, не знаю, цели, еще что-то То здесь только личностный характер, моя личностная заинтересованность, бескорыстие, да Добровольность и индивидуальная избирательность, в отличие от родства и солидарности Мы родню не выбираем, или мы не выбираем какую-то группу социальную, да, ну, например Коллектив, например, да Коллектив, да, рабочий, мы его не выбираем, а в дружбе мы выбираем Вот это, кстати, ключевое такое понятие, да, то есть я выбираю, с кем мне общаться, проводить время, разделять свои чувства, да, эмоции Да, 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 и здесь очень важно как раз вот эта добровольность, добровольность Заставить дружить меня так просто невозможно Да, невозможно, невозможно И еще момент, да, в отличие от приятельства, да, от такого легкого какого-то знакомства Дружба отличает внутренняя близость, интимность и устойчивость Дружба проверяется временем В отличие от таких-то, да, поверхностных вот таких, да, отношений Ну и много еще других признаков, которые отличают дружбу Ну вот какие я выделяю, да, например Ну, например, это особенная глубина, вот интимность есть, да, здесь Глубина в том плане, что я знаю о тебе что-то, и ты обо мне знаешь что-то тоже, чего не знают обо мне вообще-то другие люди Иногда даже муж, там, жена и мама, там, да, не знают обо мне то, что знают обо мне подруга То есть родные, да, да, да Вот в этом заключается интимность Затем доверие, да Кому я вообще-то могу доверить то, что я не могу доверить другим? Каким-то избранным людям Да Только определенным И только я сама решаю, да, или я сам решаю, кто эти люди Да, и кому я могу это доверить И вот это, наверное, ключевое такое отличие от других отношений Ну, и от любви, вообще, да, еще есть одно такое определение дружбы, что дружба это этическая форма любви Как красиво Этическая форма любви И чем отличается от сексуальной любви, да всего лишь навсего, что там нет сексуальных отношений То есть вот там нет этой сексуальной подоплеки, а все остальное это там есть Есть, то есть ты человека искренне любишь, да, всем сердцем, ты ему доверяешь И вот смотри, вот тут очень такой прямо, да, вопрос, о котором очень многие спорят Когда я говорю о том, что, например, между мужчиной и женщиной может быть дружба Большинство людей утверждают, что это нереальная история Потому что мужчина всегда на женщину смотрит, как на объект сексуальности Но, тем не менее, вот, например, мой опыт, да, подсказывает, ну, и показывает, да, жизненный опыт Что я могу дружить с мужчинами, мужчины могут дружить со мной Может, я такая асексуальная, конечно, да Я не знаю, как ты, может быть, я тоже тогда асексуальная Потому что у меня тоже есть друзья-мужчины, и я допускаю такие отношения Правда, они редкие, не у всех они получаются И это как раз, наверное, ну, вопрос глубины какой-то Да, да, мне кажется, зрелости личности определённости И поэтому здесь, я думаю, что возможно Это вопрос, вот, наверное... Ещё раз, давайте засчитаем Что же такое дружба, вот последняя трактовка, которую ты сказала, это... Всё полностью ты хочешь? Этическая форма любви Этическая форма любви И она, мне кажется, возможна вне пола Да, да, да То есть между полами она возможна Да, она возможна, она возможна Отлично Итак, давай же мы попробуем сейчас с тобой узнать Зачем вообще... Нет, давай поговорим о критериях, да, дружбы Давай Зачем вообще мы дружим, да, и какие критерии дружбы? То есть как вот я могу, например, определить для себя? Ну смотри, вот по поводу, зачем мы дружим Дружим мы не просто так Дружим мы для того, чтобы удовлетворять какие-то, на самом деле, свои потребности У нас же есть потребности Если ты вспомнишь, даже начиная с пирамиды масла, самый простой, да, то сначала идут витальные потребности, а следующие-то идут социальные потребности Да, и это как раз про дружбу, про общение, про... Да, да И там про любовь, про уважение, про разделённость, про принадлежность к группе Потому что в человеке ведь заложена такая некая дуальность, да, с одной стороны мы хотим быть индивидуальными, у нас есть потребность в индивидуальности, в отдельности, да, а с другой стороны у нас точно такая же потребность, да, быть принадлежностью И в слиянии с кем-то другим, с группой, с человеком, да, и чтобы у нас была возможность с кем-то разделить, да, вот эту взаимность, да, для меня критерий дружбы – это взаимность, взаимная поддержка, разделённость вот этих моих переживаний То есть не только я могу поделиться, но я могу и выслушать, да, и я могу быть тем, кто, вот этим приёмником Затем искренность Искренность, потому что без искренности мы уходим в игры, мы о них можем потом ещё поговорить Про равноценность, про равноценный вклад в отношения Я равен тебе, ты равна мне, да, и в нашей дружбе это так всегда проявляется Да, ещё, знаешь, какая интересная штука, вот по поводу равенства Мой опыт подсказывает, что, в принципе, люди могут дружить разных возрастов, да, и разных таких положений В том плане, что иногда бывает, что человек выбирает себе друга, ну, такого, за которым можно тянуться, да, рядом с которым можно развиваться И при этом всё равно отношения, пристройка всё равно на равных То есть она не вот этого, да, не сверху-снизу, а в дружбе она всё равно на равных Потому что если вот это, да, сверху-снизу, тогда будет уже, это уже не про дружбу Это не про дружбу, да, согласна То же самое, да, мы, например, видим социальный статус, тоже иногда в дружбе совсем не имеет значения Иногда, да, иногда имеет, иногда нет для некоторых людей, да, так бывает Так, ещё про критерии Слушай, про критерии, смотри, мы нуждаемся все в обратной связи Однозначно А так формируется оценка себя вообще, самооценка, да И, ну, помимо, там, детства, там, родительского отражения, да Нам нужны ещё другие люди, вот о чём ты начала с самого начала и говорить, да Почему в детстве важна дружба Об этом поговорим мы, да, про этапы взросления человека и про дружбу Ну, вот это как раз отражаться в глазах другого человека Потому что мы познаём себя вообще-то через контакт Да Потому что если бы вокруг нас никого не было, мы бы про себя мало что знали вообще Какие мы, вот Что мы из себя представляем, да И вот когда я говорю про социальный подход, это же мы имеем в виду био, психо, социо, духовно-культуральные, да, вот эту систему То есть это пятёрка, да, на что мы опираемся как Личность, при формировании личности Био – это наши какие-то генетические особенности, да Темперамент сюда входит, да Психо, психо – это темперамент, да, вот эта вторая часть, там, не знаю, наши реакции, скорость наших реакций, эмоциональное наше состояние, психическое здоровье, психологическое, да, здоровье А вот уже социально, да, кто вокруг меня, так Вообще с кем я С кем я вообще, да С кем я Общаюсь изо дня в день Да И вот этот социальный круг начинает Как он влияет на меня А он влияет И как я влияю на него тоже, да Это начиная от родителей, а дальше уже появляются, да, какие-то вот близкие и неблизкие люди, да, вот Но они делают тоже, формируют меня как человека Как человека, да, как личность Духовный план, естественно, да, это наше верование ценности, на что мы опираемся И культурный, вот этот культуральный или культурный Смотри, как мы узнаем, что такое хорошо, что такое плохо На какие образцы поведения мы опираемся И вообще, как мы узнаем, что такое дружба, например, да, откуда мы вообще это знаем, на какие мы И это ведь из культуры идет Согласна Если обратиться, вот я так думаю, а какой у нас, да, это же вот стереотипы, да, какие-то убеждения, да, в отношении дружбы Они ведь в культуре заложены Да, вот смотри, например, кто-то говорит, да, что там ты без друга мало что из себя представляешь, да А кто-то говорит лучше в подушку, чем подружки, да То есть абсолютно полюсные такие истории, понимаешь Тут это вопрос вот этого, да, доверия И кто на что напоролся в своей жизни, на самом деле, у кого какой опыт Да, но на самом деле, вот, если позволишь, да, мне чуть-чуть вот в эту культурную историю зайти, да, про, даже вот в пословицах, да, как у нас про дружбу, да, говорится Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей, наоборот Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей Да, 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 сам пропадай, а товарищи выручай Друзья познаются в беде там, да Крепкую дружбу и топором не разрубишь Дружба с заботой да подмогой крепка Дружба дороже денег Без беды друга не узнаешь И это такая история и про жертвенность про какую-то И про особую ценность, да, и про избирательность, что там не со всеми там ты можешь Ты можешь дружить, да? Да, да, да И это же про культуру, да? То есть, как бы, получается, что... Это культурный слой, это вот туда закладывается Вообще-то, ну, вот с такого, да, с такого Маленького возраста Понятно, что это такие убеждения И они не всегда прям наши такие... Рабочие для современного человека, да, да, да Конечно, потому что это тоже такого своего рода Ну, такие стойкие убеждения, которые, ну, не всегда работают Или уже прошло то время, когда они были актуальны А сейчас для нас они совсем могут быть неинтересны, как для личности Или не во всех ситуациях, например, да Там сам пропадает, товарища выручает Да, ну, не всегда так, да, возможно Ну, и нужно это, наверное, делать Чтобы инстинкт самосохранения Да Должен работать Или, например, песенки наши, да, детские Вот у нас в Советском Союзе вообще культивировалась дружба, на самом деле В отличие от того, что сейчас, да Там было меньше про любовь Там было больше про дружбу Вот я с тобой тут соглашусь, да И вот знаешь, что друг беде не бросит Лишнего не спросит, вот что он, значит, настоящий друг Ведь, смотри, вот прям, да Не бросит и не спросит И вот просто вот это бескорыстие, да Только на самом деле вот тут дружба, она бескорыстная Хотя в самом начале мы с тобой сказали, что всё равно мы в дружбу идём за определёнными потребностями Чтобы нам закрыли эти потребности, да Да И при этом мы их закрываем свои потребности Своим присутствием закрываем потребности другого человека И таким образом мы выравниваем вот эту вот, да, вот если говорить О выгоде, о выгоде, да То вот она такая взаимная выгода Взаимовыгодное отношение Вот Ещё мне нравится Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много, да Это вот про детскую дружбу, как тяжело, например, да Почему важно, да Чтобы ребёнок не был один Потому что его с друзьями больше, это правда Он расширен, да Его самого больше Больше, да И вот эти ощущения мы меняем, да С процессом роста Давай поговорим, как меняется дружба с возрастом И другими переменами вообще в жизни Ну, давай начнём вот с детства, да Если совсем, да Первый социум, ведь у ребёнка это садик, да Ясельки, потом садик Ну, в ясельках они ещё и так сильно не дружат А вот в садике уже начинают Ну, тем не менее, мы помним, да, эту историю Ты не писай мой горшок, да И не носи мой границ Да, вопрос границ, да У ребёнка, кстати говоря, с границами всё в порядке На первом этапе, да, его вот этого формирования Вот Ну, и первые шаги к дружбе Это как раз вот встреча вот этих границ, да Проверка границ И каждому ли я позволю вообще-то своей игрушкой поиграть, да И каждому ли я позволю в своё пространство вообще вступить Потому что вот Вот эта история про Как это, про самоопределение у ребёнка Она же такая, да, последовательная От мамы отделился, да, потом переходит в социум Вот этот постепенный переход в социум Через дружбу он как раз вот и Мне кажется, что и происходит Не знаю В детстве, в садиковском возрасте Я наблюдаю за своими дочками, например Как они определяют критерии, да, подружка Я поделилась с ней своим секретиком А она со мной своим секретиком Я вам не скажу То есть вот это вот, знаешь, такой критерий дружбы Да, мы уже, да, мы уже что-то у нас есть общее Общее А несмотря на то, что вы мои родители, тем не менее Да, я вам эту информацию не отпущу Да, мы маленькие, потом всё равно, конечно, они рассказывают Но на самом деле, вот мне кажется, что это один из таких показателей Что вот уже за рождение Ну, может быть, вот это не дружба, прям дружба-дружба Но за рождение какой-то дружбы, оно уже начинается Также вот, например, я наблюдаю в детских садах, да, когда занимаюсь группами То вижу, как кто-то робко предлагает, да, приглашает в свою игру И не каждого приглашает, а только тех, с кем кажется безопасно С кем интересно, с кем приятно И смотрите, ребёнка этому не учат Да, то есть он, получается, на интуитивном, да, уровне Принимает вот этот человек Мой, моей стаи или не моей стаи, да Хорошо мне с ним или мне, может быть, здесь тревожно, беспокойно Там или даже больно, да И получается, что сколько бы мы там ни говорили, как родители Не подходи к этому мальчику, если ты постоянно испытываешь что-то А ребёнок тянет Ну, потому что, да, работает же и дополняющая проекция Ну, это уже там Он как будто бы, присоединяясь к такому, да, лидеру, например Он тоже становится более уверенным, например, в себе То есть это вот по принципу дополнения, да, такой дополнительной проекции Дополняющей А вообще, кстати, вот часто очень, да, в дружбе вот этот принцип работы То есть, да, например, моя подруга вот там такая-то, а я как будто бы дополняю её там, да, или наоборот Ну, это правда, это, в общем, тут-то психологические механизмы конкретно, да, проекции Либо он такой же, как я по принципу зеркальной проекции И тогда мне безопасно, потому что я понимаю его хорошо Либо такой дополняющий Я не очень у себя эти качества осознаю, там, да, я их не очень принимаю Но зато вижу у другого Вижу в другом, да И тогда за счёт него я как бы, да, становлюсь более целостным таким, да Вот на этом этапе имеется в виду Вот давай попробуем, значит, детский сад, да, это время, когда действительно мы уже можем увидеть у растущей личности Есть у него потребность в дружбе, есть ли какие-то сложности в простраивании коммуникации Ведь часто мы на консультациях получаем, вот, да, ребёнок не может никак найти себе друга даже там в садике Да, а тут-то мы вот как раз, когда говорим про целостный-то подход, вот психо, да, вот эту составляющую Ведь мы все разные, с разным уровнем экстраверсии, интроверсии, да И, конечно, например, детям экстраверсивным, они легко вступают в контакт И к ним другие люди тянутся, ну, детки тянутся И это ведь врождённое на самом деле качество, да И тут мы, ну, это надо развивать тогда, потому что, например, детишкам интровертированным им правда трудно вступать в контакт Потому что у них, да, они больше там... Совсем другие процессы, да Да, свои процессы, они больше внутренние, они ориентированы больше на внутреннее состояние, чем на внешние контакты И они просто разные, это правда И здесь, ну, вот, нужно просто как-то более внимательно разворачивать, помогать, да Учить, вот я сейчас, например, часто говорю родителям, что, вы знаете, сейчас современных детей приходится учить дружить Да, потому что, например, вот меня этому никто не учил Но я понимаю, что наши дети, которых там, например, мы привозим в лицее из разных концов города И у них нету, кроме учёбы, других контактов, где можно погулять во дворе, где можно там ещё что-то поделать, да У них как будто бы нету вот этого поля дружеского, да, по которому нужно ходить в двухстороннем движении Вообще, для вот этого возраста, младшего школьного, ну и детского, младшего школьного, да и более старшего школьного Очень важно вот это совместное время, важно совместное времяпрепровождение, да Не только вот эта учебная деятельность, но ещё и другая какая-то деятельность, вот то, о чём ты говоришь И, может быть, ты замечала, да, что детки, например, вот всё-таки сдружаются больше те, которые могут после садика или после школы там, да, они могут бегать во дворе на самом деле, да Или семьями дружат, например, да, родители, и они могут друг к другу в гости ходить Да, или, например, пригласить по выходным, вот как я говорю, они говорят, родители спрашивают, а как нам учиться дружить, мы сами не умеем Да, и тогда, вот, например, самое такое распространённое предложение Вы в выходные поехали в парк погулять, но возьмите телефон другого родителя, да, к которому ваш ребёнок, ребёнку тянется, да, и пригласите на полтора-два часа просто погулять, где они побегают по парку, и у них уже будет что-то, что вспомнить, что обсудить, да, о чём поговорить, да, ну и взаимодействовать друг с другом Да, этому надо учиться, и вот, в принципе, интересное очень правило, я прочитала, да, в книге «Трансформация дружбы» Джен Ягер, так вот, она пишет о том, что достаточно трёх раз выйти, вот, из, например, ну, из школы, да, и побыть в другом пространстве вот с этим человеком три раза достаточно Или с работы, допустим, да, три раза там пообедать вместе, и это уже может быть таким началом, зарождением дружбы Ну, как здорово! Всего лишь три раза! Всего три раза! Удивительно! Да, и когда, например, люди говорят, вы знаете, у меня такой плотный график, что у меня нет времени для дружбы, поэтому у меня сейчас нет друзей, да, и я всегда спрашиваю, а вас это печалит или радует? Потому что это же всегда дружба, это про выбор Ты выбираешь людей, которые так или иначе украшают, разделяют с тобой твою жизнь, или ты не выбираешь их и остаёшься в одиночестве? Тема выбора. Когда она встаёт? Наверное, в подростковом периоде очень остро, да? Да, она встаёт остро в раннем подростковом, я бы так сказала, да, это вот где-то с 11 лет, да, ну, с пятиклассники, да, вот средняя школа, да, начинается, потому что ещё и начальная школа, там ещё, ну, какие-то садиковские тянутся, да, вещи там, ну, они как-то ещё присматриваются друг к другу, а вот настоящие выборы начинаются где-то с пятого класса, ну, я наблюдаю, по крайней мере, это С кем мне интереснее уже, да, к какой компании я могу присоединиться, а кто здесь лидер, да, и вот как раз здесь уже начинают вот эти выборы делаться на основе, к какой группе референтной я хочу принадлежать Так, и друзья уже выбираются, наверное, знаешь, ближе вот к той группе, которая, ну, вот, где уже эти объединения есть, с кем я могу быть, ну, вот, уже в группе этих людей, да, не просто там отдельно парочками там ходить где-то, да, там вроде хорошо, но что-то как-то скучновато, да, И интереснее, когда где-то жизнь, да, есть, и вот уже в тусовку хочется входить, и начинают приглядываться друг к другу именно те люди, таким образом дети, чтобы им расширить круг своих вот этих вот контактов, знакомств Это первое, а второе, наверное, тоже и про, есть, наверное, там и про безопасность какую-то, но меньше уже степени, вот если про детство мы с тобой говорили, да, с кем мне менее тревожно, то тут, наверное, поменьше уже этого Вот скажи, в подростковом возрасте, когда дети уже выбирают себе друзей, и вдруг эти друзья оказываются, ну, как бы, непринимаемыми родителями, да, вот что здесь за процессы происходят с самой личностью? То есть получается, что вот этот друг, я хочу, чтобы вы его приняли, да, а мама с папой, там, бабушки и дедушки говорят, что этот друг вообще нам с тобой не подходит Ну смотри, что получается, да, ребёнок или подросток оказывается в такой не очень для себя хорошей ситуации, происходит некая конкуренция, да, между родителями, да, я родителей ценю, я люблю, да, и они, в общем, имеют для меня какое-то авторитетное мнение И другой человек, которого я тоже хотел бы выбрать, да, и он для меня тоже ценен И вот здесь, ну, не очень-то такая ситуация не очень хорошая для ребёнка, потому что тогда это такой выбор без выбора, да, я должен поступиться, да, тем, чтобы, ну, вот, своими потребностями, удовлетворением своих потребностей Да, и получается, что мой выбор вы, как родные и близкие, обесцениваете Обесцениваете, да, 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 и он для вас незначим, для вас незначимо то, что значимо для меня Да, это, смотрите, про межличностный конфликт сразу же, да, это и конфликт внутри самого ребёнка, самого подростка Да, да А мы сейчас помним, что там кризис подростковый, и тут можно получить разные ситуации, да, и мы с ними в практике тоже встречаемся А вообще из отношений в семье ребёнок принимает способы разрешения конфликтов, умение идти на компромиссы и договариваться Поэтому вот получается, что когда вдруг приводят на консультацию ребёнка подростка и говорят, что он постоянно конфликтует со своими друзьями Он постоянно там идёт в какие-то выяснения отношений, да, это для нас, вообще и для родителей про то, что, а как вы сами регулируете эти отношения, да Ребёнок взял этот пример, скорее всего, именно из семьи Ну, наверное, да, тут разные могут быть вещи Это одна из причин Вторая, это может быть как раз вот этот внутренний конфликт, да, когда я хочу быть принятым одной средой, да, которая меня не принимает И тогда я, ну, как бы протестую, да, против того, что, ну, вот, я не могу как бы быть там, где я хочу быть, да, и тогда у меня внутри появляется протест, и я начинаю вообще против всех протестовать, да, ну, вот как-то, да, бороться со всеми Ещё хочется проговорить одну очень такую важную, актуальную историю для современных подростков Это дружба по интернету То есть, когда у человека, чаще всего у подростка интровертированного, не получается выстраивать здоровые, живые отношения с реальными ребятами, они у нас уходят в интернет дружбу Ну, так бывает, так бывает, и с одной стороны, знаешь как, я на это смотрю Здесь вот нет ничего однозначного То есть, во всём есть плюсы и минусы Потому что, с одной стороны, это плюс Если у него здесь не складываются отношения, то хотя бы здесь, да Где он чувствует, что его принимают, с ним общаются, с ним, да Другое дело, что надо, конечно, всегда знать, что это за человек Что это за человек, мы не знаем, да, на сто процентов Ну, и тут это риски, как бы, определённые С другой стороны, если, знаешь как, если родители в нормальном контакте с ребёнком То всё равно они какую-то степень безопасности, ну, такую в него, наверное, заложили Потому что я знаю примеры, и даже вот по своим детям Вот у меня, например, дочь средняя Она общается в интернете Они там с ребятами общаются И они подружились Они, ну, в реальности, они просто живут в разных городах И тут вот они встретились, и все подружились И прям, ну, реально, ребята классные Это как раз то, что невозможно было бы, если бы интернета не было Понимаешь? И вот я почему и говорю, что во всём есть, да, свои плюсы и свои минусы Всё относительно Хорошо, сейчас мы делаем перерыв на рекламу Вернёмся через несколько минут Это программа «Практическая психология» И мы продолжаем сегодня с Ларисой Анфёровой, гештальтерапевтом Говорим о дружбе О дружбе в жизни современного человека Итак, Лариса, мы с тобой проговорили про подростковый период А что же у нас дальше с дружбой происходит? В юношеском возрасте ты имеешь в виду? Вообще психологи говорят о том, что самые устойчивые связи Формируются в возрасте от 16 до 28 лет Интересно, почему? Интересно Вот мне кажется, это как раз связано с тем, что вот это подростковое самоопределение уже Ну как бы заканчивается, я уже чуть больше про себя понимаю, кто я есть И начинаю уже выбирать тех друзей, ну таких людей, уже схожих по интересам Уже с кем мне, как ты знаешь, ну какие-то другие формы общения появляются С кем мне интересно учиться, развиваться, да Чего у подростков, чего пока вот нет Нету Я знаю, вот как ты вообще по своему опыту У тебя друзья вот твои вот сейчас, которые по жизни, они когда у тебя появились? Знаешь, разные, да, вот если сейчас, например, брать про мою вообще Мой метод обретения друзей То я стараюсь по жизни, где бы я ни была В институте или в садике, в школе, там еще где-то, да И на работе я всегда нахожу своего человека И даже когда я ухожу с другой работы на другую работу Я этого человека, который мой, да, вот такой интересный для меня И я чувствую, что это взаимно Да, я оставляю его, я предлагаю ему эту дружбу И мы вот уже годами, как говорится, ходим друг к другу в гости, там, да, общаемся У меня друзья абсолютно разного возраста И абсолютно из разных историй моей жизни Ну, у меня тоже, да Но основная вот такая, да, масса все-таки друзей Не масса, вернее, я еще неправильно сказала А основные такие самые вот крепкие, да, вот дружеские отношения Закадычные, что мы называем, друзья Появились как раз вот в этом возрасте В школе, в старшей школе Такая компания, вот я живу в другом городе Я могу приехать просто в любой момент И мы соберемся, хотя 30 лет назад уже закончили школу, да И здесь, да, в институте Институтские друзья И вот с кем я уже на профессиональной почве, да, сошлась И это вот, наверное, в этот период Костяк, да, костяк А вот то, о чем ты говоришь с работы, конечно, такие люди тоже есть, да Вообще, смотри, то, о чем ты говоришь Ведь это, ну, как ты, да, обретаешь друзей Это говорит о тебе, как о человеке высокого, вообще-то, эмоционального интеллекта Да, вот И это правда Люди с высоким эмоциональным интеллектом Они на самом деле заводят друзей легче Им легче доверять, да, другим людям И к ним тоже тянутся То есть это такая взаимная история То есть не просто вот я, да, хочу А ведь и меня хотят И меня выбирают Мне кажется, каждый человек выбирает, пропускается через какие-то фильтры Да Почему я выбираю тебя, да Почему мне хочется, например, тебе звонить, спрашивать Как дела, там, планировать что-то вместе Да, хотя абсолютно там, например, а 20 лет назад мы друг друга еще и не знали Да, 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 мы могли день назад, не знаю А вот через день что-то между нами произошло, что вот это влечение, да, так называемое, оно случилось Кстати, ученые до сих пор не могут доказать, да, и вот какую-то, ну, явную такую, да, гипотезу, версию Причину для дружбы, да, как люди заждаются Да, да, объяснить, как это происходит, как это вообще на самом деле Что за такие притягивающие силы включают вот этот процесс Мгновение Мгновение, да Почему вдруг этот человек, которого я еще вчера даже не знала, да, для меня имеет такое большое значение И я хочу его видеть, слышать, да, с ним раскрывать свою душу, да И это сейчас мы не про любовь говорим, а вот именно про дружбу, да Почему с взрослым намного сложнее заводить дружбу? Взрослым? Я думаю так, смотри Если считать, что условием, одним из условий дружбы является вот эта какая-то совместная деятельность То, например, есть садик, школа, вуз, где люди так или иначе попадают в эту среду И за дня в день, да И они занимаются этой совместной деятельностью И в общем, ну, проблем таких, да, найти какого-то человека, с кем разделить время, да, не составляет большого труда А во взрослом возрасте появляются как раз семейные отношения, да, там дети, работа, бизнес То есть мы уходим в какие-то такие свои Бытовые истории, да И мы перестаём уделять, наверное, время, да, вот своим друзьям А это очень важно Совместное времяпрепровождение Для сохранения дружбы очень важно хотя бы иногда циклически, но встречаться А я бы сказала, да, систематически Систематически, да Потому что вот эта система, даже если система от дня рождения до дня рождения, там, твоего и моего Это уже классно для современного человека Потому что дальше всегда есть повод для того, чтобы там просто позвонить, спросить, как ты живёшь, о чём думаешь, да, какие у тебя планы Чтобы этот разрыв не был слишком большим Да Это важно очень, потому что тогда теряется связь Можно, конечно, и потом, да, вернуться к этому Но вот чтобы сохранялась вот эта невидимая ниточка, да, она здесь важна вот эта системность Я с тобой соглашусь Вообще вот этот ритм слияния-разделения, да, вот этот Нам классно друг без друга, да, и нам классно вместе И вот этот вот ритм важно сохранять Ещё хотелось бы проговорить, да, про вот частоту контактов, да, про принадлежность к одной группе Мы уже с тобой проговорили, да, а что же мешает дружбе? Ух, ну смотри, мешает дружбе То, о чём мы начали вот сейчас только что говорить, это вот такой разрыв временной, например, да Или я когда ухожу в какие-то свои проблемы, и мне, ну не до других, я как-то, да, так забываю о том, что мне нужно контактировать Не нужно, вернее, а важно, да, поконтактировать с другими людьми Но это вот уже то, что мы проговорили, а вообще мешает дружбе, например, неравноценный вклад Когда, например, у одного человека ощущение, что его потребляют Да, 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 и тогда это уже не про дружбу, ну или не совсем про дружбу, да, если вот этого нет баланса, да, давать, брать, там, да, или вот такой взаимности, я, да, разделённости вот в этих переживаниях Дальше, когда, например, между друзьями вдруг появляется неуважение Да, а ещё, ещё, когда появляется такая штука, как третий человек, я обсуждаю друга с третьим человеком Кстати, вот смотри, я правила нашла, правила дружбы Хочешь я скажу? Хочу, конечно, с удовольствием Английские учёные провели целое исследование Вот как раз они изучали правила групп и правила дружбы И из каких гипотез они исходили? Они исходили из гипотез, что существуют правила, обеспечивающие, например, сохранение тайны и уважение к индивидуальности другого При всех межкультурных различиях разные культуры имеют сходный неформальный кодекс дружбы Да Видишь, уже Да, то есть это такая межкультуральная история Ещё, смотри, правила женской дружбы придают большее значение самораскрытию и эмоциональной поддержки, чем аналогичное правило мужской дружбы Отсюда у нас этот женский круг, да, где мы можем поддержать в любой ситуации друг друга То есть женщинам, женщинам более эмоционально, им важно раскрываться, важно говорить друг с другом, а мужчинам важно делать что-то друг с другом Да, поэтому их объединяют охота, рыбалка, спорт, ещё что-то И главное нам, женщинам, не мешать в этом Да, да, да Вот Ну и, в общем, смотри, и они такие правила, они вообще из 43 правил выделяли главные Выделили они 13 неписанных правил Первое правило Они такими группами объединены Группа обмен Делиться новостями о своих успехах Высказывать эмоциональную поддержку Добровольно помогать в случае нужды Добровольно Добровольно, ключевое слово Да Стараться, чтобы другу было приятно в твоём обществе Стараться, чтобы другу было приятно Возвращать долги и оказанные услуги Отлично Интимность Смотри, интимность, да Следующая группа Это уверенность в другом и доверие к нему Отношение к третьим лицам ещё группа Защищать друг друга в его отсутствии Ну, например, если кто-то, да Вдруг плохо говорит о твоем друге Не критиковать друга публично Сохранять доверенные тайны Очень важно И такая штука Не ревновать и не критиковать Прочие личные отношения другого Что часто бывает Особенно в подростковом возрасте Вообще вот эта ревность такая Очень проблема Она разделяет друзей Координация Не быть назойливым Не поучать Уважать внутренний мир и автономию друга Такие хорошие, простые, в общем-то Очень понятные и ясные правила Им легко, кстати, следовать Если ты понимаешь ценность вот этой самой дружбы Ну что, программа наша завершается Хотя можно об этом, мне кажется Говорить и говорить И это такой ресурс, от которого отказываться Ну просто нельзя Поэтому мы с Ларисой лично призываем всех Обязательно дружите Обязательно наслаждайтесь всеми этими дружескими процессами Если у вас ещё до сих пор нет друзей То срочно поработайте над этой Историей Сегодня у меня в гостях Лариса Анфёрова Гештальт-терапевт Психолог И мы говорили про дружбу В жизни современного человека Лариса, спасибо большое Ну и до новых дружеских встреч До новых встреч Надя, спасибо Да, всего доброго Всего доброго Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова